всем привет с вами андрей у нас патас собственно мы закончили в прошлой серии на том что большое количество благословленной воды нашли благословили весь свой инвентарь но по крайней мере большую часть предметов которые мы нашли вот и теперь в наша задача ну грубо говоря двигаться дальше можно продать седло в принципе не актуально кстати говоря по поводу высоких сапог как вариант сейчас попробовать их снять их проклятием и попробовать их одеть на теме их попробуем одеть это нулевые сапоги поэтому для нас они не сильно нужны поэтому их можно продать я просто думал они хотя бы плюс один был поэтому что касаемо химического халата он дает сопротивление у нас не опознан данный опознался он дает сопротивление кислоте то есть если вам нужно сопротивление кислоте вы можете съесть алхимический халат я понимаю что звучит смешно но факт то что вы можете съесть алхимический халат и вы тогда сможете без особых как говорится проблем получить сопротивление кислоте поэтому алхимический халат и собираются больше кучкой чтобы была возможность их скушать кстати говоря на нас напала животное давайте мы дадим шипы для чего мы им выдаем шипы для того чтобы они от нас ну убежать и не вряд ли от нас могут но кстати говорят как вариант еще одна еще одно преимущество почему потому что благодаря шипам они от нас не смогут убежать обратите внимание к нам идет куралиск куралиск он имеет свойство окаменевать ваших своих врагов когда они при поедании куралиска вы заточитесь статус то есть вы моментально умрете вы моментально умрете если вы попытаетесь нам нужно спешиться потому что конь нам будет только мешать а кстати говоря огненный куралиск посмотрим насколько я знаю на нашем уже нам кроме 4 хода я думаю не критично мы подождем это к себе огненный куралиск принцип похоже только он бьет огнем у нас у обоих есть иммунитетный огонь поэтому нам все равно на этого огненного куралиска вообще называется по-другому давайте посмотрим он называется пиралиск и он постоянно бьет огнем а если у вас есть иммунитет к огню вам принципе некритично мы получили 11 уровень у нас теперь ну собственно ничего особо для нас не изменилось просто мы получили один стурни вас теперь враги будут респаумать и сильнее слигарян зареспаумил самеба это пузырь большого лавовые он бьет мстит огнем и дает сопротивление к огню травоядным существам если у нашего не было вот например у нас например есть сопротивление к огню поэтому нам некритично а вот так вот можно было бы его сейчас убить то чтобы его убить нужно разрушить собственно двери их можно открыть с помощью ключа но у нас всего лишь одна отмычка поэтому будем ее использовать на этот либо кстати можно сейчас попробовать еще отмычки сделать вот собственно и мы убили лавы пузырь и лавы пузырь и сопротивление к огню это овощ соответственно вы можете его травоядным существуем отдать и она съезд за милую душу и вам спасибо на этом скажет лягушка лягушка имеет свойство проглатывать вас собственно то есть вы видите она и будет при этом урон кислотой пока вы перевариваетесь соответственно чтобы убить лягушку в идеале не дать ей вас себя проглотить почему потому что нам конечно же все равно но вот нашему питомцу будет не все равно мы убили гигантскую лягушку при поедании гигантская лягушка дает вам ну просто обычную сытость ничем не примечательно ципалиск ципалиск это тот же тоже окаменение только это не грейженая версия этого куролиска то есть сначала идет ципалиск а потом идет куролиск мы уже с таким встречались его по идее нужно кидать ему замедление чтобы вы как можно меньше ходили но по понятным причинам он кинул на нашего наше животное окаменение мы снимаем окаменение с помощью рога единорога и наша опять конь получил окаменение но у нашего коня не окаменение поэтому защиты поэтому он постоянно его получает куролиски они вообще редкие враги поэтому ципалиски куролиски и тому подобные существа вот собственно вы можете отдает эффекты к и окаменение получаете сопротивление к яду но опять же эффект окаменения от 10 до 100 это очень много окаменение но вашу скорость снижает собственно гигантская лягушка ничем не примечательная бежим дальше собственно подземные казармы но нам нужно дальше нам нужно за глубинные получается руины забежать я хотел бы сейчас сегодня хотя бы в текущем выпуске хотя бы одним глазком посмотреть глубинные залы в принципе плюс минус представляю что они себя представляют но чтобы вам показать и я почти имели представление что этом чем выше конечно у нашего животного будет защиты тем и на нам будет самим комфортнее драться против большинства монстров особенно физиков вот поэтому кстати говоря вот это щит вот это вы видите щит это орчи щит он средний доспех имеется и если мы сейчас найдем подходящий правильный доспех то мы в теории мы можем поднять свою защиту немножко то есть к щит с красным глазом это орчи щит но он является средним доспехом и мы могли бы не знаю правда какой там у него класс армор класса на нем его идет но факт том что нам может повезти давайте попробуем снять проклятие с этих орчих щитов обратите внимание на два щита скучковались а один щит не скучковался в большинстве случаев это говорит о том что два щита либо один щит они одинаковые полярности то есть это либо оба проклятые либо оба не проклятые либо два благословленных соответственно давайте оденем сначала непроклятый щит мы видим то что он нолик кстати говоря мы не посмотрели армор класс у нас 32 давайте оденем наш щит обратно 33 35 но я думаю комментарии излишне защита 35 в любом случае будет лучше для нас в данный момент по крайней мере поэтому мы будем использовать именно его а наш маленький щит пока мы уберем а также мы баф ним наш щит попробуем это сделать с помощью нашей бутылки воды а наш щит просто уберем что касаемо колец кольца в принципе можно выкинуть они нам не нужны голод и берсерк они нам принципе только мешаются занимает место что касаемо клепаного доспеха но в идеале конечно его выкинуть либо продать наверное будет эффективнее его продать давайте баф ним щит то есть благословим его если он не благословлен но в данный момент этого не знаем мы благословили щит теперь он у нас благословленный то есть он был проклятым мы видим из него сняли проклятие и он стал непроклятым собственно армор класс у нас как говорится растет почему очень важно играть от сумки потому что в при попадании в воду часть предметов сохранится понятное дело что если вы очень долго будете ходить по воде то вашим предметами не поможет ни хрена ну конечно также может вам помочь и полет в этом вопросе но все же убрали воду я думаю коль все-таки выкинуть хотя можно их лучше продать давайте восстановим свое значение из магии армор класс растет уже хорошо 35 неплохо правда наша лошадь в этом вопросе пока хромает у нее всего лишь 23 то есть это прям откровенно мало но мы как говорится надеемся что рано или поздно у лошади тоже армор класс поднимется ждем пока он восстановит свою магию собственно он восстановил и бежим дальше наша задача добежать до глубинных руин потом хотя бы одним глазком посмотреть на глубинные залы но в принципе я плюс-минус представляю что там нас ждет но вы наверное там не были поэтому вы не представляете что там вас ждет поэтому вместе с вами мы посмотрим не буду вас как говорится раньше времени обрадовать собственно мы прибежали на переход и теперь ищем где у нас переход дальше вот он собственно здесь присутствует давайте немножко сократим дорогу по максимуму насколько сможем внимание отмыкает молодец сквозь отмычку прошел собственно открываем подходим вплотную к этим сейчас будем копать будем многое копать помощью нашей гирки благословленный почему очень важно именно прокопать потому что вы и ваш персонаж просто обходить нему то есть конечно у вас есть фазирование но опять же мы ездим верхом на лошади нам нужны и лошади дать фазирование точнее именно ей нужно дать фазирование для того чтобы мы вместе с вами грубо говоря могли летать собственно что мы здесь видим но пока мы ничего не видим вместе с вами дам кастула обнаружение монстров и видим то что вокруг нас огромное количество монстров давайте вместе с вами запрем дверь здесь мобов очень много здесь поэтому тут нужно будет быть быть более внимательным чтобы никто из наших не просел по здоровьям лучшая точка что если вы успеете закрыть обе двери и ловить снизу всех всех мобов которые к вам идут именно снизу потому что тут этих дворфов воинов которые здесь присутствуют у нас их просто огромное количество что касаемо круглого щита это тяжелые доспехи он нам не нужно вода как вы видите да это сто процентов последний уровень должен быть насколько ими известно не хочет рассмотреть сопротивляется однако по понятным причинам у нас есть полет но на лошадь он не действит поэтому мы будем просто пытаться обойти эту ситуацию дворфы спят ну давайте не будем их особо будить ну как вы видите наша лошадь только страдает потому что мы не можем ей дать армор класс если мы бы могли дать лошади наши армор класс побольше то наша лошадь бы не страдала от этих дворфов кстати говоря дворф король это самый мерзкий из этой компании потому что у него очень много урона и большинстве случаев мы его не сможем победить если не снимем себя доспехи поэтому я предлагаю скажем так на опережение сделать ситуацию просто спешится как вы видите он по нам удар 30 дал теперь 40 урон очень большой если у вас есть заклинание смерти она была мощней сильно помогла дворский король это самый нам тут будет сильный противник он выпил кстати говоря зелье лечения причем полного лечения но ему она не поможет потому что нам с этим нужно тоже достать зелье лечения потому что бой явно предстоит тяжелый нам нужно быть готовым к тому что мы отсюда можем просто не выйти у нас закончится рано или поздно магия почему я не подставляю лошадь казалось бы она быстрее но у нас армор класс плюс у нас больше армор класс чем у лошади поэтому лошадь я не подставляю да он прям капец как больно бьет выпьем зелье большого лечения еще одно зелье здесь можно все мы изобили короля дворфов да это прямо было так жестковато жестковато на самом деле король дворф очень тяжелый боец я бы даже сказал он один из тех с кем лучше лишний раз не встречаться ну все дворфы они немного с прибавахом поэтому мы сейчас эту всю компанию дворфов который к нам подползут они просто все погибнут восстанавливаем свою магию потому что нам нас явно просадили по здоровью благодаря нашим конечно хилкам мы выжили но это было честно говоря прямо на грани хотя у нас еще палочка большого лечения было могли ее использовать но в любом случае у нас теперь потому что мы пили благословленные зелья у нас теперь 100 100 здоровье 104 посмотрим по сытости у нас 800 подождем посмотрим что здесь у нас у нас стоят шипы и кстати древняя катана это артефакт вот наверно он менял этим артефактом и шлепал но мы к по понятным причинам ее заберем потому что и собственно трупы дворфа короля ну нам он особо не нужен давайте покушаем ну по понятным причинам нам катана не нужно хотя это достаточно сильное оружие но из-за того что мы ездим на лошади нам она в принципе не актуально для нас будет пока нам дают то что нам не нужно в основном потому что все предметы которые нам показали нам и не нужны прочные ботинки это неумелые то есть вы можете видеть скобочках надпись смотря на наше все получаются навыки мы видим то что у нас мы владеем эксперт средний и чемпион легкий соответственно это тяжелые доспехи которые нам не нужны в данный момент одеваем наше копье в идеале за текущий выпуск посмотреть полностью текущую локацию собственно спящие ребята давайте их разбудим посмотрим что у нас по сытости 900 ну в принципе можно не кушать его здесь есть сокровища гномов а кстати мы картографию вместе с вами не прожали прожимаем картографию и видим то что здесь присутствует переход обратно это очень хорошо значит мы сможем телепортироваться отсюда обратно то есть мы когда закончим мы сможем телепортироваться на грубо говоря на выход из текущих локации вообще в целом мы кстати до спектра не забрали на месяцами но фиг с ним ладно пускай будет пускай там валяется восстанавливаем наши единицы магии по что непонятно кто нас ждет за спиной но мы по сути самого сильного врага забили уже на текущей локации это было дворский король который был древний он собственно на троне сидел на троне можно сидеть если вам необходимо но проблема трона в том что он периодически преобразовывается в люк поэтому кстати вы наверно не в курсе а здесь на центральный это им для этого нам нужно поменять спешатся с лошади в центре здесь находится этот находилась не не показалось значит а насчета не то прохождение но фактом что в центре там находился островок насколько я помню ну по поводу древней катаны это сильно это артефакт средний доспех достаточно сильный но опять же у нас он не прокачан поэтому для нас он по сути говоря бесполезен используем волшебный свисток оседлаем нашего боевого коня и продолжим двигаться дальше открываем дверь видим кошку ну кошка понятно нам не актуально она слишком дохленькая собственно пусто никого нету никого нету собственно большое количество бочек и два алтаря ну два алтаря по понятным причинам нам не нужны бочки мы сейчас посмотрим очень много кошек видимо король дворфов любит кошек здесь присутствует собственно палатка посмотрим по добыче что на ней присутствует она пустая также в скорее всего 2 тоже пустая будет да они как декорации стоят также присутствует два верстака два верстака это хорошо присутствует бочки давайте вместе с вами их разломаем проблема бочек в том что собственно нашли чистый свиток бочек в том что они рандомные то есть мы нашли какое-то кольцо помимо кольца голода мартышек лучше не кушай потому что вам засчитают то что как будто вы напали на дружелюбную мартышку по крайней мере в присутствии еще какое-то зелье обратить внимание все бочки стоит разломать зелья сна но зелья сна стоит смывать потому что его как и атакующие используют нет смысла почему потому что ваши враги проснуться в любом случае когда вы начнете их атаковать собственно на нас кинули слепоту но фиг бы с ней давайте еще рядом соседнюю бочку цепанем нам дали смятение давайте используем наш рог единорога махнем на себя и увидим то что у нас здесь присутствует зелье галлюцинации но по понятным причинам зелья галлюцинации тоже сомнительное зелье она тоже идет на смыв по сути самое ценное то что здесь было это было у короля дворфов у него было зелье полного лечения и собственно вот сама древняя катана древний катана это средние доспехи вообще в идеале все бочки открыть но проблема в том что очень долго книга восстановление изучаем мы повышаем эффективные заклинания восстановления то есть она тратит кольцо сопротивление шок кстати говорит хорошее кольцо его бы в идеале отдать нашему этому наши лошади если мы сможем ее превратить во что-то но мы и сто процентов сможем вопрос там сможем ли под контроль на превратить или так что касаемо чистого свитка его можно использовать для того чтобы написать заклинание свитки вот например обнаружение еды но понятное дело что обнаружение еды сомнительный но есть и более полезные свитки которые выдаются вот например тут драгоценный камень лежит но безделушка она ничего не стоит поэтому и подбирать нет смысла опять же это мы знаем что это безделушка потому что мы уже опознали этот драгоценный камень а так бы нам мы бы не знали мы не смогли опознать я предлагаю вернуться на предыдущий уровень и пока поговорятся в бочках собственно видим еще одно кольцо витое кольцо непонятно что из себя представляет вместе с вами будем его одевать но сначала снимем из них проклятие смотрим что вот это у нас такое это у нас водная локация большое количество воды кстати говоря вода это очень хорошо почему потому что вы сможете смыть то что вам не нужно например зелья сна либо зелья галлюцинации их можно спокойно смыть на почему сон и галлюцинации ну потому что галлюцинации они не нужны в большинстве случаев вы на себя тем более их не стоит а сон на врагов ну на сон на врагов неплох но опять же как только вы начали их атаковать они сразу проснутся поэтому он ну то есть сон он такой он дремянка скажем так поэтому сон сомнительный в этом вопросе что касаемо невидимости и невидимость неплохая но ее стоит использовать для этого как вам объяснить чтобы ваше ваше животное например стало более невидимым для этого правда его нужно заставить чтобы о вас и ваше существо было с руками потому что и безрукое существо не сможет воспользоваться им вот вроде бы пытался объяснить кстати говоря у нас присутствует кольцо голода давайте избавимся от колец ну а тех которые нам не нужны по крайней мере разобрать верстак также амулеты яда можно разобрать разбираем разбираем кольцо берсерк обязательно стоит разбирать потому что талант берсерк это ужасный талант я не рекомендую его общепользоваться им латунное кольцо мы не знаем что он из себя представляет поэтому мы сейчас его сначала опознаем собственно обнаружение еды но в принципе обнаружение еды неплохой свиток в целом если смотреть поэтому фиг без ним посмотрим что мы можем создать на верстаке собственно ну понятное дело что безделушки нам не нужны скелетный ключ вот скелетный ключ стоит забрать что касаемо палочек тут наверное самая лучшая будет палочка запирания потому что она качает навык взлом ну и в принципе все обнаружение секретов она бесполезная а хотя нет обнаружение секретов дает нам поиск обратите внимание то есть мы в теории можем и обе палочки использовать то есть по ничего вообще нужен поиск именно сам талант поиска для того чтобы ваше ну чтобы вы смогли автоматически опознавать предметы воровство бесполезное посмотрим что по оружию всю реке ну в принципе ничего особо не примечательного давайте тогда мисс мисс с вами заберем наверное получается обнаружение секретов это нам и с неким шансом даст поиск создадим ее это благословленный верстак проблема в том что он благословленные да но уже 15 процентов на нем на энтропии висит поэтому не факт то что он нам такой красивый подойдет давайте поднимем марбалет и выкинем разберем тоже арбалет поменяемся местами с мартышкой разобрать арбалет он ударил водой но в принципе не критично создать и посмотрим что мы можем создать кстати тут деревянный кол помните я говорил про вампиров что эффективно деревянным колом вот обратите внимание какой урон по вампирам идет с деревянным колом урон физически 16 56 вы практически забьете за пару колов этого вампира вот акс по палочкам кстати нам не везет поэтому нам бы еще метальчика найти у нас на самом деле это комната шикарная единственная проблема в том что разобрать безделушку безделушку ты где безделушка а кольца сейчас нужно определить палочки не появились большого лечения кстати тоже можно взять оно нам даст дополнительное здоровье а здоровья как показала практика много не бывает а по поводу мартышки ее можно разобрать но проблема в том что мартышку нужно выкинуть сначала эту вот текущая вот собственно и закрываем дверь чтобы она не зашла мартышки правда есть руки но я не думаю что для нас это будет сильно большой проблемой оденем повязку на глаза и разберем на кстати еще надо спешиться обязательно а наши лошади надо съесть грибочек почему ей надо съесть грибочек потому что с неким шансом 30 процентов а наша лошадь получится силу она конечно может и остальные дебафы получить который дает но все же она может получить силу что очень полезно будет разбираем обосновлены верстакем клуб трупы мартышек разобрать почему именно я хочу разобрать мартышек а вообще существа можно разбирать особенно в начале если чем вообще полезный верстак в самом начале верстак полезен в самом начале тем что вы не сдохнете с голоду если у вас есть верстак и даже самые маломальские мобы то есть вы тупо можете на навыках выехать вашего персонажа нам все равно не дали нам дали большое количество еды но не дали то что я хотел ну ладно металла здесь нету да судя по всему давайте еще может зальем металл вместе с вами как вы видите тут присутствует комнатку но непонятно почему она не открывается давайте вместе с вами попробуем открыть киркой это неудача то есть мы не сможем прокопать попробуем с другой стороны прокопать можно попробовать также через фазирование вместе с вами пройти сейчас мы попробуем через фазирование пройти собственно нам надо спешится и по и достать из нашей чудо сумки рукавицы фазирования они их планок благословить еще на досуге будет заняться меняем местами наши рукавицы сейчас попробую через фазирование туда зайти у нас сто процентов это получится проблем в том что наша лошадь не сможет сделать фазирование она у нас как вы видите мы здесь я не можем пройти почему-то здесь врагов нету в данный момент поэтому нам не критично присутствие вот обратите внимание огромное количество сундуков здесь но продуктовый паек как вы понимаете нам особо не актуален и у нас сломался последний ключ а собственно если здесь как говорится но вы спросите а как пройду я если у меня нет например фазирование тут дверь присутствует для того чтобы вы вы либо ваш питомец могли спокойно зайти просто когда самое интересное мы не можем выбить а то есть дверь нужно только открывать блин а ну в общем и целом ее можно открыть а вместе с вами мы это сделаем что вы видели как вообще это делается но я вообще думаю тут наверно можно прокопать стены сейчас попробуем стены скорее всего должны копаться ну да это было ожидаемо и как говорится если дверь не поддается попробуйте рядом с рядом с этой с ней стену ну нам просто нечего запихивать поэтому сложно сказать как тут создать палочка ну как вы видите нам не дают просто инструмента для железный ключ но скелетный ключ он имеется он делается из железа нам нужно большое количество железа попробуем через фазирование пролететь посмотреть вот кстати тут огромное количество всего лежит сейчас вместе с вами это и отнесем собственно метриловый доспех он 12 килограмм весит прочные ботинки прочный щит топоры топоры меч кирка вот это все мы сейчас отнесем на алтарь наш персонаж проголодался но это не критично сейчас мы его покормим вместе с вами благословленный паек я думаю ему нормально будет мы почему не наступаем на воду потому что мы летаем и сейчас мы я хочу просто в данном деле ключи сделать чтобы пооткрывать сундуки тут большое количество сундуков понятное дело что нам не дадут возможность нам нужно одеть повязку на глаза обязательно потому что нам просто так могут не дать по понятным причинам создать мы ничего не можем разбираем дворский тяжелый шлем нас ударили огнем круглый щит энтропия растет эмитриловый доспех последний собственно энтропия 23 в принципе не критично давайте оденем посмотрим нам нужно скелетные ключи в большом объеме чем больше у нас будет скелетных ключей тем лучше мы можем создать скелетные амулеты амулет изменения присутствует дживелин викидзасе собственно катана мифриловое оружие кстати говоря самое считается самое сильное мифриловое оружие ну по крайней мере пока насколько я знаю есть еще и адамантовое но его мы убрать в расчет не будем как вариант сделать себе мифриловое копье и сделать себе много скелетных ключей у нас тут два получилось давайте сделаем сколько получается у нас энтропия уже 28 то есть это достаточно дохрена давайте пробежимся посмотрим полярность предметов у нас эго перегрузка не понимаю почему правда видимо перегрузка почему то определяем духовность предметов очень долго но куда деваться проще всего конечно определить духовность через вашего питомца травоядного то есть вы отдаете ему свиток опознания и не отдаете предметы которые хотели бы опознать он свою очередь и ест грубо говоря этот свиток и все предметы в его инвентаре которые присутствуют данный момент они опознаются вот я надеюсь понятно смог объяснить обратите внимание там два проклятых ключа точнее не ключа а эти кольца у нас перегрузка из того что мы большой объем собой тащим важно чтобы ваша энтропия которая присутствует на верстаке не дошла до максимального уровня потому что если она дает до максимального уровня вы сдохните потому что она бьет магии смерти то есть если у вас нет защиты от магии вас она скорее всего убьет поэтому будьте внимательны в этом вопросе нам дали галлюцинации длина для сглесу нации не критичные поэтому используем рог янарога для того чтобы вернуть галлюцинации на место энтропия уже 43 металла достаточно много но самое страшное после 90 энтропия поэтому я не рекомендую если у вас верстак дошел до 90 вообще использовать его иначе вы просто погибнете скорее всего прыгающий сапоги большой тяжелый щит дворский железный шлем он у нас тяжелые доспехи нам не актуальные один скелетный ключ подбираем скелетный ключ попытаемся его на изготовку одеть а то есть он еще может быть даже и этот ну просто очень много закрытых сундуков хотелось бы их все полутать но то чтобы их полутать ваше вам нужно определить духовность а это благословленные ну нифига себе ну давайте давайте благословим посмотрим у нас присутствует талант фазирования поэтому она в принципе все равно мы можем сквозь текстуры летать как аду есть не стоит ну точнее каскаде стоит но она того не стоит него съесть можно а фонарь и керамическая палочка забираем фонарь не стоит того а картографию можно забрать она полезная будет в любом случае открывать уровне книга но это без слов как говорится магия всегда полезны особенно если вы высокоуровневый игрок вам магия прям очень сильно полезны будет свиток огня можно забрать здесь его можно будет разобрать и тогда вы сможете с помощью этого свитка сделать но другие свитки которые вам нужны будут вот наш приз насчет и отказывается двигаться видимо устал тут скорее всего висит этот тоже защита сейчас посмотрим где конкретно да то есть вы видите сами тут копаем мы таким же образом кстати она копать не дает представляете она не дает копать давайте попробуем открыть тогда почему то мы открыть не можем давайте снимем повязку с глаз дверь странная она взаимодействует по нажатию то есть она сама по себе не открывается она взаимодействует по нажатию что очень странно три буха нам не актуально виднее невидимого телепатия пожирания нам все нужно отмычка нам также нужно три буха нам не нужна цветок пожирания кстати можно будет сейчас использовать безделушка нам не нужно опознание нам пойдет а там еще желтый сапоцвет был него стоит забрать потому что мы не знаем что это пробуем открыть его собственно мы сломали ключ это очень плохо ну как я говорил ранее ключи они расходный материал поэтому стоит быть к нему мы научились заклинанию замедление это шикарное заклинание мы будем большинстве случаев контролить врагов но нам не нужно это заклинание по сути говоря виднее невидимого это кстати нашему союзнику можно будет отдать это если он у него талант телепатию тоже можно будет отдать нашему союзнику но опять же наш союзник чтобы все это сделать должен быть с руками то есть мы нам нужно превратить его в то существо в которого будут руки а зелье амнезия стоит смывать дымчатое зелье стоит кинуть у ваших врагов так в данный момент мы ищем ключи для того чтобы продолжить открывать дальше у нас присутствует два скелетных ключа одеваем их собственно сухой паек нам не актуален зелье восстановления шикарного фруктовый сок пойдет и собственно безделушка этого между нас эти проклятие нужно болт там тоже не нужно мы не используем у нас присутствует вода давайте смоем ненужные для нас зелье такие как например зелье огня смоем по поводу обнаружения еды в принципе можно его тоже смыть она находит зелье но зелье можно по-другому найти поэтому его в принципе тоже можно смыть она нам особо не нужно что касаемо на чтобы смыть собственно спросите вы как это делается чтобы смыть вам нужно использовать воду любой тип который вы сможете найти в большом объеме желательно а фруктовый сок он просто дает немножко еды собственно он ничем не актуален вот немножко 200 пунктов прям от края до хрена но все же но нам он не нужно восстановление хорошее зелье виднее невидимо скорость она сомнительная с узели скорости она дает временный эффект проворства она бесполезная зелье амнезия тоже бесполезная потому что ну это амнезия этим все сказано поднимаем собственно все обратно и теперь наша задача вместе с вами притянуть к себе нашу лошадь шумана учитывая то что фазирование нам больше пока не понадобится меняем перчатки местами мы потеряли талант фазирования но на принципе он и не особо был нужен убираем перчатки на место чтобы они чтобы их скажем так низком у не сделала какая-нибудь нимфа потому что мы пока что нельзя не загеноцидили вообще никого поэтому в этом вопросе нам сложновато скажем так кольца невидимости кольца сопротивление шока мы убираем тоже в сумку что касаемо картография картографию как и снятия чар можно тоже убрать сумку что касаемо свитка пожирания не как варианты можно сейчас съесть но единственная проблема в том что он может быть проклятый а если он не проклятый то для нас он будет бесполезен поэтому как то так по поводу чистых свитков они но для нас в данный момент тоже бесполезно потому что у нас нет маркера который мы могли бы написать что там призываем к себе лошадь нашу а учитывая что на текущем уровне больше нет врагов соответственно наша лошадь будет жить в любом случае опознаем предметы которые мы не опознали по полярности зелье виднее не видимо тоже стоит убрать как и зелье телепатии мы отдадим его нашему нашему питомцу ну так называемого которым будем прокачивать вместе с собой собственно мы определили полярность всех большинства предметов мы видим то что свиток пожирания не проклятый нам нужно чтобы он был проклятый поэтому мы его пока выбираем потому что проклятый свиток пожирания съедает благословленные предметы которые и несут большие характеристики которые нам нужны поэтому нам нужно именно чтобы она была проклятая что касаемо зельев как вариант можно невидимость убрать пока восстановление вообще самое лучшее зелье считается виднее невидимого можно оставить у нас 4 непроклятые воды телепатию кстати говоря можно тоже пока убрать непроклятый воду с благословленной соединяем а тут как ее то есть как собственно сделать вообще благословленную зелье воды очень просто берете любое благословленные зелье которые вам не нужно любого типа неважно при свиток опознания проклятый но нам не критично его проклятие у нас присутствует керамическая палочка давайте вместе с вами ее используем единственное нужно выйти куда-нибудь и направо направить ее от от нас это палочка открытия палочка открытия дает нам заклинание взлом насколько мне известно да навык взлом это шикарная палочка она нам в любом случае подходит как и палочка секретов они нам дадут возможность посмотрим у нас уровень владения не написан но в любом случае нам нужно благословить нашими фриловое копье осталось только найти его в списке что касаемо древней катаны который мы на наши выбили с дворфа она неплохая ее можно еще лучше до муромасы либо для мусса мэн и вов в общем и целом это тяжелые насколько я знаю оружие ну и в общем и целом хорошая вещь катана что касаемо открытия они бесполезны указкать их можно съесть поэтому вам нам нужно будет превратиться во что в существо которое умеет кушать тот тип металла тот не тот тип материала который необходим для того чтобы съесть конкретную палочку поэтому нам либо через видок пожирания опять же и благословить их и через видок пожирания просто их ням ням скушать вот что касаемо длинного копья но нам сейчас не нужно как собственный древняя катана копье мы можем принципе потом выкинуть у нас присутствует два проклятых кольца давайте вместе с вами посмотрим что это за кольца мы накладываем снятие проклятие теперь мы можем одевать эти кольца в эти на левую руку это талант телепортация талант телепортации это хороший талант но без контроля он бесполезен потому что вы будете рандомно телепортироваться что него не всегда полезно талант раздражение это ужасные таланты я не рекомендую его использовать если у вас он есть и лучше его пытаться снять чтобы снять таланты вы можете накладывать на себе очищение но проблема в том что всегда рандомно снимает поэтому вы должны быть готовы к тому что она с вас снимет рандомно энтропия 50 то есть если мы что-то будем пытаться создать не говоря скелетный ключ например нам бы хотелось бы конечно его и создать по нам ударили если ошибаюсь в водой посмотрим что это за вспышка была кислотная кислотная вспышка по нам ударили кислотой получается посмотрим со стакается ли ключи что они за полярность имеет эффективнее всего используете именно скелетные ключи потому что все остальные типа либо артефактный ключ это самый сильный ключ он никогда не ломается но опять же его нужно найти сначала артефактный ключ если я правильно понял у нас да они со стакались видимо да да мы получается подняли это у нас ключи со стакались их три непроклятых скелетных ключах в идеале благословить ключи до состояния благословленности потому что у них как бы по крайней мере может быть такое что у них прочность будет чуть чуть подольше вам служить если вам нужен скелет конечно можно его и съесть но вот такое себе ну вот как то так мы в принципе неплохо продвинулись единственное по кольцам что касаемо телепортации стоит ее убрать потому что она телепортация она понадобится да но она нужна скажем так только в контроле то есть без контроля телепортация она для вас будет бесполезно потому что вы стояли стояли хлобысть телепортировались по уровню а там враг какой-нибудь к вам на голову телепортировался то есть уровень для вас данный момент безопасен потому что но враги не появляются вот поэтому как то так я думаю мы вместе с вами на этом закончим хотя мы можем принципе нам не выйти да давайте нам выйдем отсюда мы вернулись на пятые копии а с пятых копий можно выйти в основное подземелье собственно через переходы мы материалы не могут быть перенесены на с одного верстака на другой это верно потому что тогда бы и наказание переносили с одного верстака на другой что было бы не очень удобно я думаю все таки на этом вместе с вами закончим сортировать инвентарь мы будем позже вместе с вами поэтому всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока